Дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами празднуем память великих первоверховных апостолов Петра и Павла. И в завершении сегодняшнего богослужения мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, всем вам лишь напомнить их завещание. Это те заветы, которыми они завещают нам пользоваться, для чего они и записали свои послания. Они направлены к Коринфянам, к Фессалоникийцам и прочим, но они направлены и к нам, к Краснодарцам, жителям юбилейного района, живущим в семье, где читающий муж услышит, что он не просто глава жены, но как Христос возлюбил церковь, так и муж долюби свою жену. А жена, как церковь возлюбила Христа, тогда будет жена во всем послушна мужу своему. Итак, все, кто живут в семейных отношениях, найдут там руководство правильных взаимоотношений в семье. Те, кто живет один или оставлен своими близкими, родными по причине, может быть, уже перехода их в вечный мир, также найдут для себя те самые слова, которыми укрепляет нас Господь молитвами святых первоверховных апостолов. Не пристанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. И вот сегодня и семейным, и молодым, и одиноким, и пожилым, и детям, и здоровым, и больным, и бедным, и богатым, сегодня это завещание мне хотелось бы лишь напомнить вам, дорогие братья и сестры. Не пристанно молитесь. Это что значит? Эти короткие такие слова, но призывают нас завещанием святых первоверховных апостолов. Всегда помните о Боге. Все, что вы делаете, едите ли, пиете ли или и на что творите, все творите во славу Бога, во славу Божию. Вот потому готовишь, молись, гладишь, молись, пилишь, чинишь, крутишь болты, гайки, копаешь, взлетаешь, сажаешь самолет, трудишься на каком-то предприятии, молись Богу непрестанно, помни Его в своем сердце, Он помощник твой, покровитель. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А женщины говорят грешную. Вот так непрестанно молитесь и будете исполнять завещание святых первоверховных апостолов. А значит, тот, кто непрестанно молится, начинает потихонечку понимать, что не его приобретение все, что он имеет, а Божий дар. А потому потихонечку начинает поднимать глаза к небу и говорить, Господи, слава Тебе за то, что Ты дал мне мою семью, мою спутницу жизни. Господи, благодарю Тебя, что Ты наградил меня детьми. А если у кого есть и внуками, что у меня есть кровь над головой. Вот почему человек непрестанно молящийся, начинает потихонечку за все благодарить. Сегодня не могу не вспомнить еще одного удивительного святого, преподобного Паисия Святогорца. Святогорца он называется потому, что он жил на святой горе Афон. И вот мне вспоминается один его замечательный пример, когда пришел к нему, к нему много приезжали в его каливу паломников, и вот один молодой человек спросил о том, а как же отче называли его Геронда, как же научиться благодарить. Вот казалось бы, все понятно, ну слава Богу за все. А вот так, чтобы за каждую мелочь благодарить, вот как Геронда. И он сказал, для человека самой большой катастрофой является комфорт. Слышите? Когда у него все есть, все хорошо, он перестает быть благодарным Богу, и начинает просто этим пользоваться, считая себя всего этого достойным. И приводит пример. Я, говорит Геронда, когда жил на горе Синай, а он там подвязался в подвиге труда, молитв, поста, то, говорит, вода у меня была не рядом с моей кельей. А чтобы сходить за водой, мне нужно было пройти двухчасовой путь, и только тогда набрать кувшин воды, вернуться назад и продолжить свои молитвенные труды и подвиги. А когда я шел, я так усердно молился, Господи, да будет вода в этом источнике, через который ты меня поишь и утоляешь жажду в такую жаркую пору. А там очень жарко, ночью очень холодно, а днем очень жарко, особенно летом. И вот он шел два часа, чтобы наполнить кувшин. И говорит, когда я только подходил, я внимательно смотрела, блестит ли вода, хоть капелька, набрать кувшин, каплей воды. И когда я подходил и видел, как водичка стекает из этого источника, вы бы видели, как я благодарил Господа за каждую капельку воды, которая падала в мой кувшин. Я нес ее, как сокровище, и потом пользовался в течение некоторого времени. А потом, говорит старец Паисий, когда я переехал уже на Афон и жил в монастыре Иверон, а вода была прямо напротив моей кельи, и я уже видел, как она не только течет, как она переливается перед сосудом, там ей стояла типа бочка такая, и вот вода капала потихонечку, и даже перетекала через верх. Я приходил в состояние трепета, как можно не ценить эту воду, как же так, она переливается и никому дела нет. Попытался там кому-то обратиться, она капает, капает, и я, говорит, поймал себя на мысли, что я к этому привыкаю. Я привыкаю к тому, что вода просто есть, и ее много, и поймал себя на мысли, что, оказывается, я перестаю благодарить Бога за то, за чего у меня много, то, что у меня всегда есть, всегда под рукой, а вот то, чего у меня нет, и я ищу, Господи, дай, Господи, помоги, Господи, сохрани. Я чувствовал, как был близок ко мне Бог. И так, говорит Паисий Святогорец, память которого так же почтим в день сей, дорогие братья и сестры. Когда человек имеет много и живет в комфорте, перестает быть благодарным Богу, а значит, он перестает постоянно молиться и перестает радоваться. Я хочу еще раз сказать вам о той радости, которую человек может получить не прежде и не раньше, чем научится непрестанно молиться и за все Бога благодарить. А вот тогда ты ощутишь в своем благодарном сердце, которое наполняется молитвой к Господу нашему Иисусу Христу, непрестанной памятью о нем, а тем более, если ты приходишь в церковь и вместе с такими же, как ты, братьями и сестрами, одной семьей, едиными усты и единым сердцем славишь воскресшего из мертвых, Христа, жизнодавца и даровавшего нам жизнь вечную, то сердце твое не может не обрадоваться. И радости вашей никто не отнимет у вас. Вот почему вот эта радость духовная в материальном комфорте, достатке, в изобилии никогда не познаваема. Тогда, тогда человек ищет Бога, когда скорбит его душа, и Бог бы все дал нам для блага, но видит, что благо и комфорт нас развращают, нас портят, а скорби и болезни возвращают нас к Богу, к Отцу. Значит, Богу что хочется дать, чтобы мы были ближе к Нему? Больше благ Он дал. А где сегодня люди? А вот когда сжатая вода поднимается вверх, вот так и скорбящая душа ищет Бога, о чем напоминает Соломон. Сжатая вода, вы слышите, не просто течет по земле, а та, которая сжимается, она поднимается вверх. Вот так и скорбящая душа поднимает свой очек к Богу. И этой душе нужен Господь. И вот тогда, когда он почувствует эту близость Господа к себе, он тогда поистине обретет радость. И вот сегодня я хочу пожелать вам радоваться. Жарко, холодно ли, одиноко ли, трудно ли тебе? Господи, слава тебе, ты испытываешь меня. Я благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Господи. Пусть не сходят эти слова с ваших уст, дорогие мои. Не пристанно молитесь, за все благодарите. И радость к вам придет сама собой. Так сказали первоверховные апостолы. Не пристанно молитесь, за все благодарите. Всегда, вы слышите, не только когда вы в храме. Выйдите сейчас, с радостью идите, потому что вы были там, где этот источник радости раздается щедро в каждое верующее, любящее Бога сердце. Не может молящийся, радостный человек не благодарить подателя всех благ Бога, которому вечная и благая слава. Аминь.